Ой, Салазан, ты пишешь, как я скатился, конечно, конечно, Салазан, тролляка, стоит тут в 10 метрах, в телефоне пишет, молодец, молодец. Попшемиться обязательно с ним, если он, да, это самое, дождется. Все, надеюсь, что сейчас не будет никаких у нас форс-мажоров. ГЛКФ понеслась. Судя по тому, что рассказывал Нейтрон, в интервью буквально вот несколько минут назад, он ничего придумывать не будет, потому что мета не изменилась, то есть баланс остался тот же самый. Да, мы видели этот патч, который 3 дня назад в Экателе на тестовый сервер изменили, который кардинально меняет расклад сил, настолько кардинально, что тот же самый Нейтрон, который, не знаю, 13 лет играл только за одних рельфов, задумался о том, чтобы перейти на другой раз. То ли ему осочертел этот кипер, за которого он вынужден был последнюю тысячу игр наиграть, то ли там действительно с предварительно сбалансом какие-то серьезные проблемы, но в 31 патче Нейтрон может перейдет на Альянс. Ну а сейчас они играют в текущей мете, на том патче, который есть в серверах. Поэтому ничего нового Нейтрон не покажет. Покажет ли кэш? Пока нет. Он выбирает также Блэйд Мастера, Мастера Клинка. И понеслась. Здесь, конечно же, кипер. Кипер, которого много раз меняли на протяжении последнего полугода. Он резко стал очень полезным, очень хорошим. Изменили прикопку длительности героев, удешевели энтов, добавили ему еще пару инты. Изменили довольно сильно ульцимативную способность. В общем, потом, конечно, частично откатили, немножко порезали. Но, тем не менее, он остается одним из самых предпочтительных героев, особенно он получает эту форму. Нейтрон отманивает нейтралом, подключает висков. Одно арчуя буквально, просто одна арча и дерево, и уже крипит в желтую точку. Выходит кипер, возможно, кстати, он через адрес и пойдет дальше. Хотя, я не знаю, какой-нибудь вот крипт. Нет, он будет криптить в простой кипер. Пришел виск на базу, разведал. Бороу отстреливался, как мог, но одного выстрела, к сожалению, не хватило. Ну, а Блэйд Мастер, вот у него несколько опусов. Во-первых, он может выбивать из двух зеленых точек предметы, но он сразу туда не пошел. Либо он пошел, он сразу побежал, потратив свиток скорости даже. Побежал мешать криптца, потому что увидел своим рабочим, что здесь еще в процессе крипт. Ему важно не дать киперу получить второй уровень. Он будет пытаться добивать каждого из оставшихся троллей. Первый удар попал, хорошо. Потому что если нет сурового уровня, нет прикопности. Соответственно, Блэйд Мастер может чувствовать себя гораздо более спокойно, в безопасности. Начинается контроль, дикий. Весма пытается спасти. Уходит в инвиз за доли секунды до того, как дерево наносит удар. Остается последний тролль, но есть еще мана у Блэйд Мастера на винвок. 150 маны, даже на два. Вот, он уходит в винвок, предварительно замазался. Успел все сделать. Все, и кипер, он почти второй, но не второй. Разница колоссальная, потому что, опять же, нет прикопки. Нет прикопки, значит, гранты могут более спокойно, ну, идти тоже в агрессию. Потому что их гораздо сложнее будет с энками убить, подрезать. Вот, все, держимся рядышком. Харасим. Один риск, который сразу, как вы видите, ушел сюда. Может быть, это потом вылезет в экспанту, пока он просто крутится на свои елки. И все. Оп, сейчас тролля мы этого отдаем, да? Но все равно, видите, одного тролля хватило для того, чтобы кипер не получил второй уровень. Блэйд Мастер бегал, искал, где козел с армии. Грант в это время проверял в другом месте. Он вроде как даже увидел, но, возможно, даже слишком поздно. Поставляется иллюзия козла для того, чтобы он потанковал. Нет, все, Блэйд уже здесь. Не дает, конечно, спокойно крепиться нейтрону. Пытается спасти Артюк, лочит другой, улучшится. Очень агрессивно играет, конечно, очень агрессивно. Нейтрону вот хочет, но у него задача как бы, как можно лучше этого кипера прокачать. То есть вроде все ресурсы для этого есть. Там деревья выкапывающиеся, он эндом взял специально. Но такая вот фишка с свитом скоростью. Майска вступили в бой. Денег стоит. Хоть 50 голды, но он не бесплатный. Он успевает добежать вовремя и помешать. Хорошая. Он просто навязывает сейчас свою игру. Не дает сейчас спокойно нейтрону, он никуда высунулся. Нейтрон уже согласен на самых мелких вообще кобальтов. Влезть, хотя бы кого-то убить. И даже здесь, и даже здесь начинается вот такая вот... Ну, а дипер получает второй уровень. Все-таки убивает маленького хобальта, получает второй. И теперь уже можно охотиться на грантов. Или он просто сюда пришел, видимо, чтобы на халяву не закрепил фешку. Хорошо контролит. Эдтор добивает отлично. За каждого несчастного нейтрального монстра идет сражение. За каждого монстра. Да, кидается все-таки на гранта, который замазывался. Тут всего одна хамтресс и три арчи. Арчи, конечно, крайне уязвимы, потому что они сразу вынуждены бежать на армию орка. И вот уже рискует. Ох, просветка прекрасная. Минус одна арчи. Войска вступили в бой. Конечно, давит. То есть агрессором здесь выступал тоже нейтрон. Прикопка есть. Все, давайте гранта дожмем. Не тут-то было. Урона не хватило. Грант, конечно, вряд ли спасется, потому что скорость перемещения у него пониже. Здоровье-то все, уже почти закончилось. Но с другой стороны, он может быть сейчас как раз самое время, пока... Ой, смотрите, спасение рядового гранта. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Войска вступили в бой. Войска вступили в бой. Войска замазал. Он спас этого гранта. Чудесно. Хотя кипер пойдет на базу, он заходит на базу. Может быть, это даже ошибка, потому что можно отсюда не выйти. Площадь здесь. Снизу... Нет, снизу выходит. Но гранта спас. Не сдался, спас гранта. Хорошо. Ну, потому что... Это грант, во-первых, стоит 200 голды. Свидеток скорости, там, 50. Ну, за маску там еще 33. Но еще же за него опыт дают, правильно? Конечно, пока по микроконтролю вопросов вообще никаких нет. То есть он делает все, что можно. Сам сейчас переходит, правда, в такой пассивный режим. Видимо, для того, чтобы получить опыт. Потому что он же с самого начала побежал, но еще не крепился. Ему и предметы нужны. И... Войска вступили в бой. Ему выпадает банка маны. Прекрасный артефакт. Пожалуй, лучший артефакт для Шадлхантера. Он его сразу передает тросспенному герою. Закупает троллей. Тролля, точнее, одного. Там хантреску он видел. Даже три хантрески. Нейтрон явно выходит в экс. То есть у него такой... Что? А, все, это магазин. Я думал, что кликнул на левую, увидел тут лорница, лорница. А тут еще третья лорница. Нет, три лорница это много. Двух вполне хватит. Войска вступили в бой. И не ставят экспант, пока, как видите, не халст. Хотя в интервью он говорил, что буду через кипера ставить экспант. Возможно, из-за того, что захарасили его. И он решил сначала сделать Т2, а потом уже экс. Ну, то есть сначала апгрейд главного здания, производящий новые деревья. И после этого, да, похоже... По виспам, похоже, что все-таки есть виды у него на экс. Так, в следующий раз с плейдом. Тут второй герой Аллахимик. Тот же герой, который сильно поднялся за последние патчи. В частности, его осидка. Ну, и ультимейк подняли немного. Но это не сильно влияет на большинство игр. Потому что не часто второй герой в таких серьезных играх докачивается до шестого. Креста сейчас будет крипшек. Потому что нейтрон на мастерской. Тут рядышком кэш. Кидает сетку. То есть одна хандресса уже точно не уйдет. Пытается разменяться хандресса на рейдера. Рейдер не собирается кэш отдавать. Лечит его. Там правда... Ой, и вот эти вот замечательные маги. Просто вот их ненавидят все. Человек стоит за лесом. Его никто не трогает пока. Никто его не трогает. А он там раз и пулеморф. И в овцу превратил. И они реально бесят. Войска вступили в бой. Ну, маг в частности. Там же нормальный пулеморф. Он надолго превращает. Блэдмастер под ударом. 8 мало здоровья. Осидка в него влетает. Лечение. Лечение пока не второе. Блэдмастер плохо. Правда, подрезается еще одна хандресска. Тут у Кипера будут проблемы. Поджимает его прекрасно. Просто прекрасно поджимает. Надо в бойном уходить. Блэдмастер очень битый. Лечит на последних хитах. Блэдмастер главного героя. Сетка на Блэда. В смысле, сетка на Алхимика. Блэдмастер на последних секундах уходит. Блэдмастер, а вот Алхимик, пожалуй, никуда не уходит. Минус второй герой у Нейтрона. Кэш разваливает, кажется. Да, у Нейтрона делается экспант. Это все понятно. Появляются первые дриады. Но серьезные жертвы. Что по лимиту? 46-33. Да. Это сражение безусловно не в пользы Нейтрона. Потеря второстепенного героя. Потеря котов. По трупам можно еще увидеть рядку. В общем, много жертв. Ну, сейчас отменяет, конечно, соответственно, экспант. И сам еще свой ставит. Войска вступили в бой. Потому что у него 50 лимита есть ресурсы. Короче, судя по всему, эта игра будет за кэш. То есть он очень четко отыграл. Вся игра была под его диктовкой. То есть он не выпускал из поля зрения Нейтрона. Давал ему крепиться. Отпустил, там, спасал на чудесах своих юнитов. Боролся за каждого несчастного гранта. Когда нужно, отступил, перегруппировался. Прокрипился. Ну и хороший момент для сражения. Войска вступили в бой. Когда к тебе во время криппинга подходит противник, у тебя, конечно, очень плохая ситуация. Потому что приходится сражаться и с теми, и с теми. Плюс ты гарантированно кого-то теряешь на отступлении. Потому что либо хекс, либо сетка. Какие-то жертвы, в любом случае, будут. Вот. И сейчас просто маршем кэш идет на базу Нейтрона. Нейтрон, конечно, тут недалеко. Третий кипер, первый алхимик. Почти второй. Но тут два слитка лечения. Кэш просто заходит на мейн. Думая, что если Нейтрон далеко, он может просто... Нет, 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 нет. Это была очень опасная идея с тем, чтобы просто взять и главное здание убить у эльфа. Сейчас позиция у кэша очень плохая. Потому что вот каждый удар этого дерева, он... Ну, там 50 урона. Больше, чем у обычного юника. Эльфийские эти деревянные навешивания. Конечно, у кэша есть преимущество по лимиту, но тут перетерево. Он понимает, что лучше здесь не сражаться. Вообще ненужное сражение было. Ненужное. Я, скорее всего, думал так. Значит, Нейтрон ушел из прошлой битвы через телепорт. И не факт, что он его купил. Войска вступили в бой. То есть он куда-то ушел. И, возможно, у меня есть время, пока он не доходит без телепорта, свести ему мейн. Просто. Ну, логичная последовательность. Ну, все-все правильно. Вот, но Нейтрон-то был совсем рядышком. Вот. Он спокойно докрепился. Подошел. Ну, и уже позиция была плохая. Во-первых, тебе пришлось уже отступать от мейна. Ты там получал, деревья еще помогают. И что-то одно дерево слева подошло. Короче, очень плохая позиция. И главное, что это сражение, Кэшу, не нужно было вообще. Он же отменил экспанк Нейтрону. То есть ему торопиться некуда. У него база строится. У него все хорошо. У него лучший герой. У него больше лимита. Форсировать какое-то там, какое-то сражение, заставлять Нейтрона сражаться, не было вообще никакого смысла. И вот на этом он потерял. Хотя у него по-прежнему колоссальные преимущества по лимиту, как вы видите. У Нейтрона 900 голды на руках. 900 голды. Войска вступили в бой. Копил на Монтэн Джайантов. Потому что новый юнит, Т3-шный, ну, в смысле, новый для текущей игры. Много лимитов снимает. Дорогие. И Нейтрон как раз в МГ идет. Он не восстанавливает, как вы видите, экспант. То есть, скорее всего, он видит, что у Кэша уже экспант работает. Эта игра, скорее всего, закончится в ближайшие две минуты. Просто потому, что, так скажем, окно возможностей. Войска вступили в бой. И Нейтрона. Вот именно такое. Каждая секунда сейчас она работает против него. Из-за того, что у противника банально в два раза больше золота. В два раза больше золота, несмотря на то, что вот только сейчас Кэша вышла из лимита, это почти в два раза больше армии. Потенциально. То есть, ты можешь построить больше войск. Кэш понимает, что нужно выходить из лимита. Я не знаю, проверял он экспант или нет. Проверял. Он видит, что его экспант под пристальным наблюдением находится. Войска вступили в бой. Берет телепорт. А, Кэш сейчас будет избегать сражению. Посмотрите, прекрасно. Он приходит, видит только-только строящееся дерево. Сам основной армией идет развлекать. Наверное, у него даже грабеж есть. Пилоч есть? Давайте посмотрим. Да, есть пилоч, то есть он грабит. Он просто с каждым ударом получает себе деньги. У нейтрона отвратительная просто ситуация. У него отменили в очередной раз экспант. У него сносят производящие здания, в котором делается нужный апгрейн, аутриджайн. И самое главное, Кэш сейчас просто выигрывает огромное количество времени. Вот то самое окно, пара минут, которые есть у нейтрона, они подходят постепенно к концу, потому что у него сейчас 48 лимита, у Кэша уже 60, лимит есть под 70, и на это есть еще деньги. То есть он спокойно может достроить еще армию. нейтрону нельзя медлить, он должен просто собираться и идти в атаку. Не знаю, почему он решил все-таки достроить еще экспант, потому что даже если он его сделает, даже если он его сделает, то будет уже все равно слишком поздно. Там 3-4 минуты разница, это жутко. Просто жутко. Войска вступили в бой. И сейчас будет циальное сражение у нас, друзья, 50 лимитов, на 66. Кэш сам не против сражаться, он видит размер армии врага, прекрасно знает, что у него серьезные преимущества, свитки, бутылки маны. Мой мастер хорошо нарезан. Спровод за бис, кстати, есть. Почему бы не поражать спровод за бис в начале это сражение? Я пытаюсь поражать, но, к сожалению, я не могу этого сделать, я должен сделать в кэш. Там ряд не хватит маны, чтобы скролл с пистой из дисплей, понимаете? Но забыл, в общем, кэш про этот свитчек и артефакт. 60 лимита на 47. У Казла есть проблемы, у него нет маны, у него проблемы с здоровьем, как вы видите. Очень долгое сражение как раз из-за того, что есть горный великан, который к деке выбивать, и Нитрон делает телепорт. Ну ладно, поиграем, говорит, Митроша. Шансов практически никаких нет. Опять же, 45 лимита у Нитрона против 63. То есть, это сражение было в пользу кэш, но Нитрон не издается, рассчитывая на то, что я как-нибудь сейчас отстрою эту базу, у меня как-нибудь начнется добыча. Может быть, кэш придет, а он должен прийти, вот сейчас, в самое ближайшее время, он вообще затягивать не должен. делать разведку, или даже без разведки, просто идет прямиком на эльфийский экспан, чтобы навязать сражение, чтобы, ну, у него же преимущество есть. Вот. И Нитрон, типа, как ты должен отбиться от этого. Как, я не знаю. Просто не знаю. Потому что, ну, у него же плохо. четыре с половиной сиха, тогда будет пятого уровня, там будет третье лечение, и будет еще хуже. Блэйдмастер пробегает, видит два свитка, может, даже приобретет. Да, два свитка, после взял, купил, у него деньги на это дело есть, передает один свиток на город, на бар. Сихе. Все, и заставляет после Нитрона сражаться, потому что, единственная надежда Нитрона, это экспанк. Все, начинается сражение. Лимит 70 на 50. Скроу записано, пока все еще есть. Козла ловят. У Козла нет филипорта, окружили Козла. Он делает персональный став, его превращают в краба. Лакимик пытается его вылечить, но это без шансов. Передает ему артефакт первой середины, который допустевает выражать и уйти из сложной ситуации, вернуться домой, побить из Мунвелла, как-то вычиться. Но пока он пытается спасти себя, убивают алхимика. Вот нет, он на последних секундах делает став. Какая воля к победе у них, он реально старается, прям старается. Прожимает там ночь, колодцы пустые, там... алхимика кое-как отличил. Ой, бедолага, даже жалко мне. Ну, конечно, не обязательно давить его на экспаме, опять же, в деревьях сражаться, зачем? Потому что пришли, пришли, убили эксп, можно даже перепортироваться домой, хотя телепорта нет, но так бы можно было заперепортироваться. Вот, сейчас минусуется эксп, и на развороте можно даже сражаться. Почему бы и нет? подрезает виспо, потому что телепортизает маму из виспоя. Снова ловит алхимика, лечение, сетка, и не у нас алхимик. Он был в сетке, поэтому на него не работает став. ГГ пишет нейтрон, 1-0 кэш. Аплодисменты. Да, красивая игра. Кэш, конечно, он все время, вот от самого начала игры, с того момента, как он начал бежать, героем прибежал к первой точке, он игру контролировал полностью. То есть, у него не было момента, когда он что-то упускал, все вот эти вот его отступления, телепорты, они были тактическими, он все равно был впереди по игре. И это, конечно, очень хороший показатель мастерства. То есть, он полностью контролировал все, что делал нейтрон. Вот и до. А нейтрон, конечно, ему тоже респект за то, что он не сдавался, несмотря на то, что ситуация почти половина игры была далеко не в его пользу. я бы вышел в середине игры этой игры. Вот, он боролся до конца. Счастик, привет, Дик Селич, здравствуй. Зрители бы посмотреть? Зрители, да, сейчас можем показать, если еще. Это не сложно, у нас есть такая возможность. Сейчас все-таки хоп, игрок. Вот, смотрите. Спасибо большое вам, что пришли посмотреть. Спокойно Михаил Возвращаемся в Warcraft Итак, напомню, что сегодня у нас Финал специального турнира Который проспонсировал Наш меценат замечательный Руст Брейн Называется он Stream Fest Road to Stream Fest Этому турниру предшествовало 4 открытые квалификации То есть любой желающий Мог принять участие в квалификации Если вы Чемпион, одержали победу Заняли первое место Вы призы не получили За квалификацию, но зато вам оплачивают Поездку, проживание И вы гарантированно входите уже В призы, то есть вы минимум получаете 15 тысяч рублей, даже если приедете Отыграете все отвратительно Все равно вы останетесь в плюс Победители 4 квалификации Это лучшие Игроки из СНГ И даже некоторые из Европы Потому что это же самый Даже мира местами Потому что Фоги двукратный Не чемпион, серебряный призер Международных турниров, например Он одержал победу В Китае несколько раз На недавнем турнире в Германии Который проходил от MTV И Хавк, один тоже из финалистов Сегодняшнего турнира Занял второе место Единственное, кого не хватает, конечно же Это Императора Императора Хэппи Но он настолько хорош, что Что может не приходить до турнира Который даже проходит в его родном городе ФСК вступили в бой Но игра первая, конечно Показывает, что ребята очень стараются На самом деле это понятно Потому что это буквально за полдня То есть победить может любой Из присутствующих Потому что они все опытные Причем не только российский Международный опыт выступления Как вы понимаете, у них есть Они все находятся на таком уровне Что в принципе может зарешать Даже моральная составляющая больше Выспался, выспался Войска вступили в бой Готов, не готов Настроен, не настроен То есть Фактически может победить любой Поэтому постараться И хорошо отыграть Вот именно в этот промежуток времени Ну, я думаю, можно Потому что разница в призовом От 15 тысяч ты можешь выиграть Это минималка До 75 За первое место победителя Получит сегодня 75 тысяч рублей О, хорошо Кольцо выпало Блэйдмастеру Я упустил начальный крепинг Зеленую пешку Где-то он кого-то успел подрезать В отличие от первой карты Здесь Кэш отпустил козла Скажем, как есть И тот уже Войска вступили в бой Он взял артефакту И вышел второй уровень Да-да, он решил просто похарасить дома Блэйдмастер вместе с Грандком Врываясь в эльфийскую базу И начинается более тресков Это заставляет тебя, во-первых, вернуться на базу Потому что ты не можешь так просто игнорировать Как у тебя в мирное население Вырезают просто Кто как спас О, это западня, что ли? Можно подплочить Ну, как этот винбок Он спокойно выйдет Как бы блок хорошо Но если блокировать, например, вторым Мануэлом Ну, это сомнительный ход Потому что тебе придется провести огромное количество времени На своей базе Пока там эти 2-3 винбока пройдут А-а-а-а И нейтрон на этой карте В отличие от предыдущей Начинает играть совсем по-другому То есть если тогда из-за пристального внимания кэша Он боялся построить базу Ну, потому что карта маленькая И сразу отменят То здесь он пытается на халяву построить сразу вот нычку То есть не имея пока серьезного преимущества Ну, разве что кипер ему такое предоставляет Попытался спрятать дерево вот здесь вот То есть он вторую базу попытался где-то с края построить Но кэш-то прожженный Он с этими эльфами-то не в первый раз встречается Ох, поймал гранта А хорошо, кипер 2.5 Это уже серьезные проблемы Правда у него же с маной закончилось Он на вцу убил У него закончилось маной Он должен в любом случае возвращаться домой И восполнять ее Короче, если по-простому То кэш прочитал То, что собирается делать нейтрон И заставил его отменить экс Но экспандер такая тема Особенно если ты не делаешь апгрейд У тебя вариантов других особо и не остается То есть вот нейтрон понимает, что от него ждут этого хода Что кэш ищет этот экс Что он будет крутиться рядышком Вот он у него сейчас опять наткнется Но у него выбора нет Он просто должен сейчас гнуть свою линию Он должен пытаться ставить этот путь Чертый секс И подходит гранты, чтобы помочь своему Сейчас прикопка будет на блейда Развод на винмок Как бы надо уходить, видимо? Ой-ой-ой Опасный момент Замазался, ушел винмок Ах, замазку сбили Смотрите, у нее регенерация КП не идет И сама появилась Сделала достаточно рано Грейтур Саву Она светит человек-то вокруг Даже если они невидимые Ох ты, опять Крутится рядом Как? Но вот сейчас, если нейтрону удастся Две вещи сделать Побыстрее закрепить эту точку И при этом, чтобы у него дерево Моя скаф вступили в бой И отменили То будет еще хорошо Сейчас будет еще, наверное, доставать И накинуть Ну, поздновато Все, кажется, бежал Нужно сделать, наверное, грейт на Т2 Я понимаю, что тут москаты И, может быть, нейтрону захочет Пискипить на Т1 Но равно не поздно придется Выпадает джезл иллюзий Тоже пригодится Гипер третьего уровня Тоже весьма и весьма опасный Тут уже второй герой Такой же самый СХ Уже получил второй уровень Шаманы Появляются, кажется, в прошлой игре В принципе, не было шаманов Он через бестиарии играл Через рейдеров, грантов Ну и волкеры, кажется, были А тут, видимо, будет какой-то Ну, больше Сейчас из-за того, что Нейтрон играет быструю базу Оказывается, нужно чтобы он придумывался Причем в краткосрочной перспективе То есть у него Не так много вариантов Ему надо либо Прийти до того момента, когда вот это дерево дойдет Прикопает шахту Ну или добывает не очень значительное количество золота Потому что вот с этого момента, когда начнет приток И поступает золото Уже ты будешь играть в не совсем частных условиях Либо ты делаешь свою базу Да, она будет позже Но зато у тебя есть другие плюсы Во-первых, ты не делаешь ставку на один ход На одно сражение У тебя есть шансы, чтобы Ну, не убиться просто в одной атаке об эльфа Такое бывает, да? Опять же деревья, мунвеллы, виспы Способов защититься большое количество Да, ты переходишь в роль догоняющего Но у тебя есть другие плюсы Например, что у тебя раньше технологии У тебя раньше второй герой У тебя более качественный лимит С точки зрения технологий Там испол есть, например Те же самые шаманы Лайфинг сил, может быть Вот Но второй вариант Нейтрон проверяет Вот этот разведчик висп Он как раз исключает второй вариант И пока у орка нет базы Нейтрон должен быть готов Играть в одно сражение Он покупает свиток лечения Свиток защиты И идет А, есть еще такой вариант Просто разводить человека Не давать ему сражаться Вот кэш явно выдвинулся со своей базы В сторону экспанда Вот он мечется, смотрите Наверх защищаться Или вниз идти Не знает С одной стороны создается угроза его главной базе С другой стороны понимает, что его разводят И разводят очень удачно Он уже второй раз принимает решение Вернуться все-таки назад А нейтрон как только видит совами Которых он заранее раскидал Помните Он видит перемещение орка И тут же отступает Ничем не рискует Мобильность у него хорошая Коты прям молодцы Прыгают Классно Вот И вот сейчас Время уже работает Не на кэше И уже нейтрон контролирует ситуацию Хорошо А, и кэш понимает, что О, это безысходность Прям безысходность Ох, прям хорошо Тут так называемые Не то чтобы майн геймс Но по действиям игроков видно Что, как происходит игра То есть кэш вот этой базой своей Как бы признает, что Все, он уже не продавит Он не будет атаковать Он переходит из режима Притюбить в одно сражение К режиму я буду терпеть Вот Нейтронный диспом видит И уже на шаг вперед Готовится к агрессии То есть у него уже экономическое преимущество есть У него база работает Пока кэшерский экспант достроится Пройдет 3 минуты И к этому моменту уже можно подготовить Какую-то атаку Протектор делается для того, чтобы Во-первых, он вне рейнджа видимости Войска вступили в бой Вне рейнджа он находится То есть когда Пойдут рабочие добывать золото Они увидят, что там Уже вышка стоит строжевое дерево Сейчас завязывается сражение Все-таки Блэйдмастер под щитом полней Врывается в ворчей ЦК прокачан на вторую змейку Змейки дают очень хороший урон По контрессам, по катам Вадим щилд опять на хорошего гранта Тучи диспеллит виспами И грязь не продамливает Ожидаемое Ему не хватает уже ресурсов Для того, чтобы Ну, справиться с альпийской армией Виспы подошли Отлично Свиток завязали Хорошо Все И все уже красненькое такое Битенькое Отступаем назад И вот сейчас как раз Типа должна зарешать Вот эта вот нычка Но не трон-то уже готов к этому Он готов уже перейти из режима обороны В агрессивный режим Скорее всего он даже не будет останавливаться То есть вот эта вот атака, которая продолжается Ему нет резона куда-то там сворачивает Он подрезает одного гранта за другим Ох, как кэша Казалось бы, да, после первой карты Шансов почти никаких не было У нейтрона И тут как бы Ой-ой-ой Контратака Очень какая-то аркадная контратака Очень все битая У кэша, посмотрите Один грант подбирает Второй грант в мире живой Третий тоже очень красный Судистым образом спасаются Два гранта из трех Вот, но эта база Смотрите Уже немножко потерпела протектора А, достала ночь И протектор не стреляет по экспанду То есть нейтрон не сделал Обороны ночное видение Войска обступили в бой Грейт дешевенький-дешевенький 50-50 Почему бы вы его не сделали? Забыл, скорее всего Судя по трибу, по трупу Убирает грант Сейчас нейтрону нужно давать сражение здесь Правильно У него есть преимущество У него 60 аммида против 43 Да, к сожалению, протектор минус Но У него все здоровое И гэш вынужден сражаться Он не должен отдавать экспанду Потому что у нейтрона Все хорошо с экономикой Гэш понимает, что он должен сражаться Но он не может сражаться У него все битое Он вынужден отступает Он пытается как-то выиграть время Как-то подлечиться Откидывает Змеек, но экспан-то не работает Все, вот если вот три энта Не дадут добывать Да и нейтрон тоже особо далеко не отходит Он прогнал арка И снова за экспан Все Конечно, пытается он Отчаянно пытается что-то сделать Теряет сразу шаманы Тут огромное количество котов Блэйдмастер прикапывает У него нет маны на виндвок Ему можно только подлечить Конечно, что тоже не сдается Такая ситуация безручная абсолютно Но он все равно сражается до конца Уважение Ну, а у алхимика Талисман защиты Отличный артефакт Еще светок лечения даже У него остался У нейтрона У нее ситуация просто шикарная 70 лимита Апгрейды 2.0 Экспанд трашки мы уничтожили Своя база у нас стоит Прекрасно Отступает, потому что не торопится Потому что знает, что время работает на него Даже несмотря на штраф По добываемому золоту Из-за того, что у меня лимит большой Войшка отступили в бой Все, и шансы у Кэша Ну, на что он делает ставку Типа прокачать еще как-то героев В аркаде Но нейтрон рядом Нейтрон не дает этого сделать Кэше приходится разворачиваться И сражаться Он обзлоски убивает лягушку Которая ему ничего не сделала И дает финальное сражение Это уж точно финальное сражение Ну, просто не за что больше Некуда отступать Блэймастер очень битый Сладкий челдом Наносит хороший урон И гудгейм К сожалению, ГГ 1-1 Интрига Сейчас будет третья решающая игра Казалось... О, Варкрафт А, класс! А, давай закроем Сейчас, запустим После того, как Мы посмотрели с вами Первую карту Как бы интрига сразу Казалось бы, что ее Уже... Ой, какой батлнет? Мы же по локалке играем Такая привычка Но нет Но нет Не трошь и магет Мне кажется, что В предстоящей Нарешающей карте Он, конечно, будет действовать По такому же Самому сценарию Как в предыдущей То есть будет Стараться на Т1 Ставить эксп Просто ставить эксп Не знаю, получится И как эта карта Благоволит или нет Но знаю Долгит хорошее Оно хоть маленькое А, там нейтралы Очень сильно на экспанте Там големы С которыми так просто Не справиться Ну, посмотрим В общем, посмотрим Ой, там Понти делает стрим Килджой Каблук Вкидывает в чат Ссылочка на мультистрим Заходите Читайте, болейте Ну, а у нас Третья решающая карта Полуфинального матча Победители выходят в финал То есть сразу Х2 по призовой Потому что они распределяются Ну, там режутся Пополам, грубо говоря То есть суммарно призовой вход 50% на первое место Дальше распределение Не помню, если честно, какое Типа там 30, 15, 5 Или как-то так Или 7,5 То есть каждый следующий шаг Если ты проходишь следующий тур Ты получаешь в 2 раза больше денег Все просто Без задержки непривычно Надо бутылнет играть Да, даже если у вас прекрасный интернет И вы играете Пусть даже из Европы На европейских серверах У вас все равно будет присутствовать пинг Какая-то задержка Там, не знаю, 15 миллисекунд 30 миллисекунд 40 А на лане Это Это 1 миллисекунда И когда ты тренируешься И привыкаешься, соответственно, к определенной задержке Тебе очень непривычно После плохих условий Как-то Не странно Играть на хорошем Ты, конечно, быстро привыкаешь Но Некоторое время Реально Раньше Времени уводишь юни На который мог посражаться бы Или Там Я не знаю Какие примеры еще Поприводить Обычно Чем раньше ты делаешь действие Тем лучше То есть в большинстве случаев На лане играть значительно комфортнее Скорее Непривычно Но комфортнее Начинается Криппин Дитрон Остается верен своему козлу Он так и говорил Что выбора особо По его мнению В текущей мете По героям У него нет Ну и не только у него У многих Сам в шоке Я не знаю Бактворкер делают Стрим не делают Ну мы вас не поступили в бой Хелсбарна накручить опять же Что форсир тут? А нет Блэдмастер Я услышал просто анимацию выстрела Гнола А у форсира кажется такая же тема Тоже летит Взрывается Нейтрон Навел древо войны До Криточного состояния Получил большой инвул Все мечтают Омани Из этих точек Конечно Большой инвул полезен Но не настолько Войска вступили в бой Рестриминг О Бэк-то-воркер Англоязычные коллеги Тоже смотрят этот турнир Учитывая то что он проходит на лане Они не могут присоединиться Непосредственно в игру Но Они сейчас смотрят нашу трансляцию И комментируют на английском языке Приятно Мы также часто поступаем с трансляциями на английском В которые если нет доступа в игры По тем или иным причинам Поэтому Бэк-то-воркрафт Это Они хорошие такие Энтузиасты С любовью к игре Да Смотрите Нейтрон в очередной раз Пытается Во второй раз Пытается повторить Тему с быстрой базой Вынужден Натиспелить сервис Второй турнир уже готов Сейчас будет дерево А нет Нет Блэймастер выходит в елиз Уже пытается Виспа спасти Висп пытается спрятаться Ай Ну Ну что Ой какая плохая реакция Ой Он знал что На этого Виспа Положит глаз Блэйм И тем не менее Даже несмотря на то что Три удара Тут нож донесли Чтобы бить Все равно не получилось Задиспелить Виспа Это ну Это лишний Опыт Врагу Ну 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 Ах ты Вот Пух пришел Пух Киберспортсмен В прошлом Да Тренер Чемпионов Текущих по варкафту Он еще в PUBG Играет Ну в общем Не без недостатка Человек Но мы все равно Его любим Так Нейтрон Опять же Как и в прошлой Игре Не должен отказываться Ну Потому что у него Вариантов нет От Идеи построить Экси И даже Пусть он будет Больше чем обычный Все равно Как вы видите Принесла свои плоды Опасный момент Выманивает Нейтралов Видит что рядом Крутится еще Блэйдмастер С грантами У Блэйдмастера Кстати есть мана На вин в обществе Накопится Из-за этого голема Можно было бы И посражаться Нейтрон пока что Маленького големщика Убивает Самая большая задача Вот из-за этого Постражаться Здорового голема Потому что именно За него дают Больше всего денег Эксбэй И выпадает Арсфак Кажется в экспант Полез сейчас Кэш У него аж Три гранта Он прям Всеми силами Старается обменить Его И у него получится Но какой ценой Ресурсом Который У нейтрона Сейчас на руках Для того Чтобы понять У него есть Деньги На восстановление Базы Или нет Он накопил Сделал Не хочет Кэш Явно Чтобы игра Прошла Потому что Самый сценарий Что в прошлый раз То есть Он старается Максимально Отодвинуть Время появления Базы Максимально Поэтому Трется рядышком С которым героем Сразу же Не крепится А сразу Бежит сюда Но кажется К тому моменту Когда он придет Уже будет воздух Потому что Смотрите Голема добивает Третий уровень Получает Кипер уже Кипер третий С кольцом Регенерации жизни Разворот Сейчас добивает Последний город Тов Да У нейтрона Вроде получается Реализовать Задуманное Отменить Экспанд Одному Блэкмастеру Уже Сложно Не получится Да Все пошло Не по плану Конечно Вот эта вот Беготня Героем Со своей базой Экспанд Безрезультатная Она говорит о том Что Все Момент упущен Не смог он Поучаствовать Здесь В сражении Как следствие Не сможет он Скорее всего С лоп Пачки Опасный момент 50 ману Блэкмастера Нет Что ты сделал Господи Он окружал Хорошо Ему осталось Только закрыть Низ После прикопки Еще одна попытка У нейтрона Вверх Низ Право Закрыто Закрыто Все Это минус герои Неужели нейтрон После этой После поражения На первой карте Сможет закомбетчить Шок Это Просто нейтрон Если кто не знает Человек Который вернулся Варкрафт Ну где-то не знаю Месяцев Девять назад Наверное Спатчем Который вышел В первый балансный патч За много-много времени Ну большой прыжок Время И он как бы Проходит отборочный На гол Едет в Китай У него опыт Хороший Вот А кэш Играл гораздо Более активный На протяжении Последних Несколько лет Ох И все равно У нейтрона Кажись Ну мы бы еще деревья Выкапывали И шли бы В сторону экспанда Не теряли бы Время Было бы совсем хорошо Но он залит Видимо здесь сражение Продолжает давить Ну видимо потому что Блайдмастер убил Не хочет терять время Блайт выходит Он был всего лишь Первого уровня Но Кипер уже Четвертого уровня Четвертого Контреска подрезает Лайдмастер Ох опасный момент Тут можно и остаться На самом деле Может нейтрон Да Он понимает Что это Рискованно Убивает гранта Подрезает арчу Телепортируется Как спанда Ну выкапывайся уже Ну что сколько можно Давай направо Войскап вступили в бой Он еще сейчас Медленно Будет Двигаться В сторону шахты Короче Нейтрон потерял Довольно большое количество Времени Он мог спокойно Сделать все два действия Тыкнуть на Дерево И тыкнуть на шахту Все Вот это вот Два клика И сделать это вот Где-нибудь в процессе Преследования Хотя бы орфа Потому что Как бы Я понимаю что дальше У него времени было мало Потому что все время Шло сожжение И не хочется отвлекаться Там моргнешь И тебя там Героя окружат Или там Юниты подожмут Нужно было Сделать параллельно Конечно Ноделывается Апгрейт на Т2 Пока что По-прежнему Все хорошо У нейтрона Даже если Время на то Что он вынужден Был здесь Телепортироваться Войскап вступили в бой У него по-прежнему Хороший герой По-прежнему Живой экспант Сейчас он возьмет Еще Алхимика Естественно И можно Живогрессивиться Как вы Конечно Пытается Наверстать Ой Опасно 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 Господи Тут еще Хребжек Вы посмотрите Здесь может Все закончиться Забивает артефакты Глокмастера Прикапывают Виспом Он пытается Спастить Лечение На него Но 37 Мита Против 46 У нейтрона Здесь преимущество По По лимиту И он еще Страфует Грантоп Подрезают Ничего не сделать Потому что Маны на диспл не было Нет Была мана Кстати на диспл Не знаю почему Видимо это свежу Нет Не свежу Вышедший Короче не знаю почему Кэшу не попытался Задиспелиться Это кажется новый Спиритволкера вышел И вот сейчас Кэшу реально нужно Что-то придумывать Потому что И по экономике У нее проблемы И по армии У нее проблемы И по героям У него проблемы То есть он Догоняющий По всем Практам Как ему Можно решить Эту задачу Как можно Исправиться Попытаться Поймать На критинге Но уже Не поймал Попытаться Самому Как-то Прокрепить Ох Вот они Встретились То есть Чисто Поле Он сражаться Не может Как раз По двум причинам Его меньше И герои Менее опытные Ну почему Лезть вперед Да ладно Серьезно Да он Подрезает Козла Почему А у него Телепорта Нет Да точно Вот он вариант Если что Тыкаешь Козла Просто И все У него нет Телепорта Пытается убить Главного героя Не трону Зажимает его Господи Его меньше У него все плохо И он находит Восложность Для того чтобы Уууу Нет Убить Главного героя Но какой ценой Но какой ценой Сколько там умерло Людей Я вижу как минимум Два трупа рейдеров Но два рейдера Это конечно Мелость Там Продолжает сражаться Мой мастер Крайний Перегруппировался Осыпает Осыпает Великолепно контролит То есть При любом Удобном случае Он подрезает По юниту Таким вот образом Козна Правда Метрон Мажор Четвертый уровень Выкупает в таверне За бешеные деньги Просто бешеные деньги Кэш не мог Его во второй раз Убить Потому что Он сам пустой То есть У него очень битые Герои все Без маны Без всего Ну да Я что-то забываю Что Кэш Войска вступили в бой Ну Он играет За орхо Как можно было За месяц И он очень знаком С приемом убийства Вражеских героев Потому что Есть бойдмастер С хорошим уроном Есть СХ Который умеет превращать Разную живность Героев Есть сетка У рейдеров То есть можно Если все плохо То можно реально Попробовать Замочить вражеского героя Особенно если он ходит Без бутылок Каких-нибудь Без репорта Без бутылок Это как раз Шанс Шанс Ну вы видите Что Кэш Пытается В очень пассивном режиме Выстроить экспант Ожидаемый Весьмоход Нейтрон пытается Нейтрона вообще очень много Его 60 лимита 60 лимита на 46 Жуть Колоссальное преимущество Вот И он сейчас Просто будет А там бетон еще На город напали Просто должен Разбить эту вышку Козла снова Пытаются убить Но у него на этот раз Есть пидгул Отступает кэш Да Я не мог представить Что после такой Первой игре На серинасе Нейтрон просто Поменяет стартовый шаблон И игра по-другому Совсем будет развиваться Удивительная То есть вторая и третья игра Идут Просто под диктовку Нейтрона Просто под диктовку Он контролирует все Не дает Кэшу поставить Экс Убивает парочку рабочих Еще заодно Которые пытались Отчаянно Вычинить Эту вышку Строживую Сам на рожон Не лезет Хотя вот сейчас Позиция не очень хорошая Снова пытается Кипера убить Да ладно Кэш выманил рожок Инвол Там есть переключения Но козел Уже потратил Что еще есть Став есть у нас Персональный телепорт Отправляет Кипр на базу Кипр быстро восполняет Своей жизнью Иману в колоссах Войска вступили в бой Котой съедает кота Берите Берите Котой Это ничего Но это Это очень плохая ситуация Очень Опять мы видим Убегающую орду Без базы Которая отчаянно Цепляется за возможность Убийства там Главного героя Хоть что-то сделать Это кондриться просто Ты заходишь Покупаешь себе там Телепорт например Или инвул Еще дополнительный И все У человека Если это единственная Опция убить Бравческого героя То пусть пытается Пусть там Убирает На этих попытках Минус конпрессор Тут все очень красное Кэш пытается Отбиться Просто 47 лимита у него Против 62 Все очень красное Рядом с магазином С одной стороны Сражается кэш Осидочка Циклон Да Какая-то Кэш Это 2-1 Неожиданный результат После такой Уверенной первой Карты Кэш Упускает Победу А Нейтрон Нейтрон Выходит в финал Так Вторая пара Это у нас вообще Два чемпиона Хавк Который повторюсь Занял Второе место На европейском турнире В Германии Который проходил Где-то Недели Три назад Там кстати Были не только Европейцы Но и представители Кореи Которые тоже Отлетели Что примечательно Там просто Два корейца Из восьми участников Было Вот Ну а Фоги Это Фоги Фоги Это человек Который Последние 2-3 года Очень активно Играет в Варкрафт Его очень любят В Китае Потому что Он принимал участие Наверное На 5-6 Самых разнообразных Турнирах На последнем Он выступил Неудачно Занял 4-5 место Вот Но Где-то С год назад Он был В Китае Одним из фаворитов То есть Вот Боролся Там Занимал 2-е места Боролся За чемпионство Какая ситуация С Хавком На ВЦГ Сейчас мы узнаем Хав Подойди пожалуйста Хавк играл Сегодня Отборочно На ВЦГ Мы не знаем Результат Еще Расскажи Как все прошло Я выиграл Холявная Холявная Сетка Гитрон Поздравляю вас Сейчас подождите Я вебочку включу Вы же не видите Этого Еще Сейчас вебочку Вебочку Оп Нейтрон В финале На карта Это Куэст Как я и говорил Экспанд Не сможешь поставить Проиграл А почему ты в первый Не решил ставить Агрессивный Экспанд Ну он рядом Тушил У меня не было возможности Но по-хорошему Надо было Ну я в этот момент Нереально теряюсь То есть по идее Не надо идти Встреч Обычно ты смотришь У тебя денег много То есть если у фоке Когда смотрит на него Денег много Он думает Ну хорошо Это на будущее То Он всегда копит Во всех играх Вот То я смотрю Думаю Нет Значит я что-то делаю Не так Надо срочно Что-то тыкать Ну и все А это ошибка Лучше второй барак Больше контрак Чуть позже Экспо пофиг Ну конечно сказать Он вчера ночью Боролся за жизнь Спал Крептел Там что-то Не знаю В общем Фоги в итоге Снились какие-то Могильщики Потому что Рядом был Полумертвый человек Импа победила Я пошел Красавчик Нейтрон Готовься к финалу А с кем бы ты хотел Сыграть С Фоги Или с Хавком Кто из них Лубас Ненавижу играть Эльфнель И не очень хочется Выигрывать Сильного игрока Может тогда Просто ливнешь Второе место И тоже хорошо Я с Хавком хочу сыграть Он меня нашел в матче Одном раз Гранил 4-0 Ну прям вообще в дерьмо Я еще всегда не знал Что надо играть в гигантов А не в мишах Потому что хочу Хоть как-то Попробовать отыграться А кстати Финал бы 5 Финал бы 5 Ну здорово Может хоть картишку Отожму Так ну что